СКРИН МЕДИА ФИЛМС ПРЕДСТАВЛЯЕТ Производство ЗИЛЛАС ПИКЧЕРС при участии ВИНТЕДЖ ПИКЧЕРС и ВЕРДЖ ПИКЧЕРС ПОСЛЕДНИЕ В МИРЕ ПОСЛЕДНИЕ В МИРЕ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИСЛАНДИЮ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИСЛАНДИЮ Через 30 минут автобус прибывает в Ригьявик ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИРЕ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИРЕ Я ПОПРАТИЛ ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ М-да Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОМОЧЬ И ПОЭТОМУ Я ПОДУМАЛА ТЕБЕ НРАВИТСЯ? М-да Нет, нет! Да. Не надо. Да, вот так. Надо. Мне в рот попало. В рот? Да, да, да. Думаешь, мы найдём плёнку? Искать не нужно. Я купил плёнку перед поездкой. Почему нельзя купить тебе новую камеру? Мне не нужна компьютерная обработка. Я ловлю моменты. Ты упрямый сукин сын. Отец учил меня ловить моменты. Ясно? У меня редко получалось. Иногда получалось что-то снять. И я чувствовал себя героем, понимая, что снял что-то очень интересное. Даже если были недостатки, это неплохо. Это хорошо. Это церковь, построенную в 18 веке. Но люди пришли сюда раньше, спасаясь от тирании короля Харальда. Харальда Прекрасного Лосова, короля Норвегии. Позже переселенцы принесли язычникам Слово Божье. Какой тогда была жизнь? Очень простой. Истории были простыми. Например, повесть о Бегеле одноруком. Или приключения Ингвара, путешественника. Вы слышали об Ингваре? Нет. Я не слышал. Ладно. Именно здесь проходили первые заседания парламента. Это Лёгберг, камень закона. Отсюда вещал спикер парламента. Кажется, я осквернила Логгербергер. Точно. Ты осквернила Ригерлог Бегбергер. Нет. Я думала, церкви закончились. Каким был дом твоего отца? Очень простым. Белые стены, бежевые ковры. Чем-то похож на офис. Но это… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Малыш, просыпайся. Вставай. Вставай, идём открывать остров. Уже поздно. Я голоден. Пойдём перекусим. У меня американское время. Ясно. Есть только одно решение. Вставай! Нет. Как здесь светло. Я ждал континентальный завтрак. Хочешь кофе? Да. Кто-то уснул за рулём. Хочешь кофе? КОТОРЫЙ ЧАС Полодиннадцатого. А что? Просто здесь никого. Может, каникулы? Может, ушли на какое-то мероприятие? Солнцестояние? Думаешь, празднуют летнее солнцестояние? Ладно. Есть кто? Алло? Мы бы услышали о каком-нибудь празднике. Афиши бы увидели. Или ещё что. Кто-нибудь? Давай заглянем. Куда? Куда-нибудь. Есть кто-нибудь? 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 Здесь никого. Вчера я звонил домой. Никто не ответил. Райли. Да? Я звонила маме. И что? Она не ответила. Она не ответила. Что здесь происходит? Мы обошли пол города. Куда все делись? Все будто ушли на обед. По всему городу. Где здесь... Так. Где этот пульт? Наверняка в СМИ это освещает. Телевидение вроде работает. Привет, мам. Такой странный день. Я хочу поговорить с тобой. Перезвони, когда сможешь. Не работает только новостной канал. Какого чёрта? Я... Райли, меня это пугает. Ничего не понимаю. Ничего. Если это чума, то где тела? Если пришельцы, то где корабль? Где? Ни писем, ни сообщений. Никто не выходит. Стой, ты о чём? Привет, Эм. Перезвони, как сможешь. Хочу тебя услышать. Никто не отвечает. Все должны были встать. Никого. Ни сообщений, ни писем. Ничего. Интернет работает. Нет, вчерашняя информация. Со вчерашнего дня не обновлялась. Что здесь происходит? Звонки без ответа, но сообщения работают. Город пуст. Если проблемы с интернетом, мы бы этого не увидели. Нам нужна информация. Взгляд на мир. Что это значит? Нет. 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 Мы здесь, детка. Должны быть другие люди. Где-то должен быть кто-то ещё. Идём. Что за чёрт? Эй, кто-нибудь! Она заведена. Что-нибудь происходит? Ты о чём? Это оно? Всё кончено? Ты про апокалипсис? Конец света. Набери ещё раз, маму. Кто-нибудь! Кто-нибудь! Привет. Вы позвонили Шэрон. Не могу ответить. Оставьте сообщение. Голосовая почта. Я бы сказал, что все уехали на другой конец острова. А твоя мама вышла в магазин и забыла телефон дома. Как твой отец и Эмми и все остальное. Может, это второе пришествие. Мой самый длинный ночной кошмар. Но я не знаю, что тут произошло. Но хотя бы... Хотя бы мы вместе. Опусти, пожалуйста, жалюзи. Куда вы всиделись? Я хочу спать. Я устала, и солнце зашло. Прошу, опусти жалюзи. Да, малыш. Вставай, малыш. Просыпайся. Еще рано. Нужно поесть. Пойдем, приготовим завтрак. Нет. Ладно. Как мы вернемся? Как уедем с острова? Еще не знаю. Ты не думаешь, что мы избранные? Что нас готовят для чего-то? Нет, детка. Мы не избранные. Это не божественное вмешательство. Не знаю. Может, это эпидемия. Может, какая-то программа по переселению северян. Я не знаю, почему мы здесь, а другие нет. Не знаю. Но знаю, что это не важно. Главное – понять, что нам с этим делать. Это главный вопрос. Как нам поступать сейчас? Я хочу вернуться домой. Знаю. Если нам еще... Есть куда вернуться. Спасибо. Спасибо. Малыш, смотри, обслуживание номеров только для тебя. Пряный латте. Невкусно? Он слишком пряный. Перестарался. Спасибо. Я неплохо поработал. Сейчас вернусь. Всё в холодильник не влезет. Знаю, я всё продумал. Подожди. Пора менять, детка. Что менять? Всё. Есть кто-нибудь? Мы даже не постучали. Да, и не нужно было. Это теперь наш дом. Отлично. Так просто? Так просто. Почему везде горит свет? Ну… Геотермальные электростанции автоматизированы и какое-то время будут работать. Пока они отключатся? Ну… Да, пока Земля не перестанет вращаться. Ты выбрала? Этот цвет? Да. Почему я вешаю их обратно? Как тебе? Ну, ты прямо ниндзя-мексиканка. О, нет. Согласен. Уже много. Держись. Не обливать. Не смей обливать. Слазадойр. Что это значит? Чушь. Фердафаг. Фердафаг? Что это за слово? Борга… Это я рыгнул. Боргакар… Боргадус! Кронос тысяча! Дай мне тысячу крон, и я выиграю конкурс красоты. Ты хотела быть банкиром? Держи двадцать тысяч. Спасибо. Ладно. Один, два, три, четыре, пять. Что там? Сиделумано. Вот чёрт! Это моё! Ты всё забрала! Я на грани банкротства! Как мне теперь из этого выбираться? Ты всё заберёшь! Смотри, это твоё! У меня… Ничего! Кто я? Стрипополи? Бессмыслица какая-то! Заняло всего тридцать пять минут. Я побил мировой рекорд. Спасибо. Сначала латте, затем мир. Думаешь, это проверка? Проверка на что? Как при приёме на работу. Проверка твоей веры. Веришь в Бога или нет? Верю. Думаешь, всё это… Всё, что случилось… Это часть плана Бога? Убеждение и вера не одно и то же. Я не знаю планов Бога. В этом и дело, верно? Что будем делать? Ну, смотри. Может, все ушли на другой конец острова. Так? Может, основная линия связи оборвалась. Может, всё пройдёт. А пока что… Детка… Мир принадлежит нам. Мир принадлежит… ALL ЛАВТ Мир принадлежит… СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пора вздремнуть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты мешаешь мне спать. Вот как? Можешь спать дальше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, ладно. Этот ресторан отключился от геотермальной сети, что позволило создать романтическую атмосферу, верно? Здорово. Да. Немного вина. Сыр. Отлично. Давай поговорим об этом. Райли! Что смешного? Пожалуйста, будь осторожней. Это случайность. Как предотвратить случайность? Ты мог сломать кость. Или повредить артерию. Надо избегать таких случайностей. Мы не можем жить в страхе перед случаем. Прости. Мы не будем жить в страхе. Нет, я не об этом. Вдруг с тобой что-нибудь случится? Здесь нет спасателей, здесь никого! Ты сходишь с ума. Давай расслабимся и насладимся вечером. Всё хорошо. Просто царапина. Нельзя спрятать в себе ребёнка. Но и придурком быть не нужно. Здесь мы сами по себе. Я должна быть в душе. В шесть я обычно дома. По средам я хожу в зал, а затем принимаю душ. Я больше не буду валять дурака. Ладно? Я буду осторожнее, обещаю. Правда? Нужно было взять... Мы ехали на пять дней. Что взять? Мою книгу. Убить пересмешника. Мне её очень... не хватает. Думаю, здесь есть книги на английском. Я не хочу книгу, я хочу мою книгу. Это был не просто дневник, а гораздо больше. Всё самое важное, что со мной случалось, мои воспоминания, я записывала туда. Почему убить пересмешника? Это подарок отца. Это история о расизме, венчевании, насилии. Отличная сказка для восьми лет. В любом случае, я дорожу им, связанно с ним. И ты там. Я в твоей книге. Там моё признание в любви. Ну, прежде чем сказать тебе, я его написала. Оглядись. Я вижу прекрасную страну, вижу землю, источники, дома. Здесь ты и я. У нас есть всё. А остальное мы построим. Только ты и я. Мы ничего не построим. Да и не нужно. Всё уже сделано. Нужно лишь немного запастись. Весь мир у наших ног. Я хочу вернуться домой. Я хочу вернуть книгу. тупой. Давай. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот чёрт Что ты ешь? Это черничный Черничные ещё не готовы Да? Вкус хороший Клубничный скоро испортится Я хотел черничный Надо соблюдать порядок Всего-то Три дня Не в этом дело А в чём дело? Дело в том, что у нас не будет фруктов и овощей Затем исчезнет мясо, если холодильники ещё будут работать Слушай Мы посадим овощи Я найду мясо Здорово Как ты это сделаешь? Станешь охотником? Станешь убивать коров из ружья? А дальше что? Думаешь, ты на это способен? А ты не веришь? Ешь всё по порядку А дальше что у нас? А дальше что у нас? Ну, ты не веришься? Так что у нас? Ну, ты не веришься? Три дня Продолжение следует... Хороший знак. Поднимаем мессу на новый уровень? Можно тебя спросить? Всё это исчезновение твоих рук дело? Я не могу этого понять. Просто не могу. Может, это не для меня планировалось, а для тех, кто сейчас дома? Почему это случилось здесь? На забытой земле? Может, нас с кем-то спутали? Как ты считаешь? Я застряла на заброшенной земле. Субтитры создавал DimaTorzok Тебе интересно, где мы? Да. Ты слышишь? Ой, что? Сердцебиение мира. Мне здесь нравится. Ты видишь? Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, здесь жили два тролля, которые не пускали корабли в Новый мир. Хватали их и тащили. Но корабли не сдавались. Солнце взошло и превратило троллей в камень. И остались эти каменные символы, границы между древними путями и Новым миром. Надо принести им что-нибудь чистое, хорошее, свежее. Мне это нравится. Мы не в воде. Знаю. Солнце. Солнце. Он из 70-х годов. Что он здесь делает? Лежит заброшенный. Видишь, что на боку? Его просто бросили? Похоже, да. Красивое. Тебе нравится? Мы всё видим по-разному. О чём ты? Ещё один заброшенный бесполезный объект. Это всего лишь самолёт. Верно. Это мусор. В нём нет никакой красоты. Он мёртвый. Разве ты не видишь? Нет, погоди. Никто за нами не придёт. Никто. Я думал, тебе нравится. Брось, это не игра. Я знаю, что не игра. Тогда не пытайся заставить меня улыбаться. А что же мне делать? Открой глаза, Рэйли. Рэйли. Продолжение следует... 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 сказать приятно знать что мы не одни и все же мы одни каждый из нас вы и я господи боже это вряд ли поможет верно теперь настрою есть один один и один у каждого свое пространство мы все одиноки в море я не знаю не понимаю в этом нет смысла почему вы готовы сдаться что привело вас сюда мы на каникулах впервые в европе я провел здесь всю жизнь много лет назад я жил на островах но солнце всегда садилась на западном берегу я скучаю по родным у валийцев есть слово хирает скорбь по дому в который не можешь вернуться в молодости я оставил жену и маленького сына чтобы заработать провел месяцы в море а когда вернулся все изменилось мой сын вырос жена была уже не той что я оставил я сидел в своем доме и чувствовал себя чужим она вас бросила все гораздо проще ее уже не было я стал все больше времени проводить в море вы могли все изменить это несправедливо мир есть мир нельзя его винить за то что он не такой как нам хочется вы не верите что мы должны были встретиться мы забываем про волю божью его план в том чтобы мы жили в мире созданном для нас они в его мире если это правда тогда мы одиноки у хира это есть другое значение тоска по утраченному дому которого возможно никогда не было это не имеет значения даже если бог есть он оставил нас ты человек иди вперед вопрос в том если бог не так уж и важен если есть замысел мы неизбежно станем его частью а если замысла нет мы отвечаем лишь за себя никто нас не удержит пора просыпаться хочешь я приготовлю чай он он не выдержал у озера есть кладбище я нашел для него место что мы делаем хороним его рядом с семьей это его семья они ждали его примут его сейчас джин ай в твоих словах нет смысла я не понимаю о чем ты зачем его хоронить на земле или в яме какая разница так принято умерших хоронят в этом нет смысла в чем нет смысла что он здесь делал я не знаю здесь должен был быть другой старик старуха или ребенок кому нужна помощь несколько недель мы никого не видели а пытались увидеть прошу помоги не можем быть только мы кто нибудь кто нибудь есть кто нибудь ты была занята держи что что ты делаешь если кто нибудь есть мы найдем его ты не ищешь живых ты отмечаешь мертвых поехали домой малыш мы что нибудь придумаем что здесь нет дома ты я нильс и все ты не знаешь может мы статистическая аномалия может мы последняя ошибка округления ты ищешь ответы там где их нет ты прав я ищу ответы мы в немыслимой ситуации думаешь это небесная ошибка я не говорю что это ошибка просто это не имеет значения разве это изменит твою жизнь изменит это изменит тебя в этом тоже нет смысла нет в этом вообще нет смысла но это тоже не важно мы можем хорошо жить я уже не знаю что это я уже не знаю что это мы мы и мы и мы и мы и Смотри на меня, ладно? Отлично, не смотри. Почему? Красиво. Помнишь, ты привела меня к леднику? Помнишь воду? Это та вода. Когда лед тает, вода стекает и образует реку. Ледник проходит чуть дальше и снова замерзает. Это... Это постоянный цикл. Жизнь перестраивается заново. Джинай, это сложно. Ясно? Но благодаря этому здесь так красиво. Здесь нет завтра, нет вчера. Есть только это. Хватит. Я... Я пытаюсь... Воды больше нет. Завтра нужно набрать ещё. Спасибо тебе, Райли. Да. Всё будет хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Зимнее небо, которое мы ждём. Райли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...